Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет, с вами снова говорящая Чихуахуа Софи Надеюсь вы посмотрели мое полное видео о глистах, симптомах, причинах и как бороться с глистами Потому что здесь я расскажу только о своей схеме лечения Повторюсь, глисты наносят непоправимый вред здоровью собаки Возможны даже летальные исходы Вот пример безответственного отношения хозяев к вопросу защиты собаки от глистов Уф, если не хотите такого, то озаботьтесь проблемой выведения глистов у вашей собаки Я уже рассказывала о возможных вариантах и обещала поделиться личным опытом Итак, поехали В связи с тем, что большинство препаратов не действует на яйца и незрелые личинки А только на половозрелых глистов То получается, что за один раз мы убиваем только живых глистов А оставшиеся личинки продолжают развиваться во взрослые особи и снова откладывать яйца И так по замкнутому кругу Наша цель разорвать этот круг Моя ветеринара разработала специальную схему, по которой можно полностью избавиться от глистов И она прекрасно работает для собак всех пород, и ее использую я Цель данной схемы Последовательно в течение трех недель уничтожить всех глистов, не допуская развития половозрелых особей Потому что именно они оставляют после себя яйца, из которых снова развиваются глисты Итак, схема Мы принимаем обычный человеческий препарат для детей Пирантелл суспензии По одному миллиграмму на 3-4 килограмма веса Один раз в день, три дня подряд Почему три дня? За один раз не все глисты могут убиться, даже живые особи А также мы поражаем тех, кто вылупился из личинок в течение этих трех дней Далее, еще через одну неделю Один раз, один миллиграмм на 3-4 килограмма веса Почему? Так как в момент приема препарата Личинки находятся на разных стадиях развития И некоторые могут вылупиться Мы убиваем тех, кто вылупился за эту неделю Цикл развития глистов от личинки до половозрелой особи Составляет в среднем 21 день Поэтому, чтобы окончательно уничтожить оставшихся неполовозрелых глистов Мы повторяем прием препарата еще раз через две недели Один раз, один миллиграмм на 3-4 килограмма веса Три дня подряд Таким образом, в течение этих трех недель Мы последовательно уничтожили всех тех, кто вылупился из личинок за это время Но при использовании этой схемы Мы не дали никому из глистов достичь половозрелости Значит, никто не успел отложить новые яйца Существует мнение, что препараты от глистов очень токсичны Но мой ветеринар считает, что токсины и наносимый глистами вред Куда хуже, чем вред самих препаратов А также она считает, что во время лечения нельзя принимать витамины Потому что они поддерживают глистов и помогают им Но в качестве поддерживающей терапии для собаки Во время и после дегерметизации Лучше давать гепатопротекторы Например, корсил и сорбенты Чтобы минимизировать вред от токсинов препарата и убитых паразитов А уже после всей схемы можно привести витаминный курс Как часто проводить курс лечения? Я считаю, что после этого курса у собачки нет глистов Поэтому вместе с профилактическими мерами Которые я перечислила в предыдущем видео Нужно сдавать анализы раз в 3 месяца И следить за появлением глистов И уже по необходимости повторять лечение Поэтому ухаживайте за своими питомцами И будьте здоровы С вами была говорящая Чухуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео Вступайте в мои группы ВКонтакте И будет вам счастье! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!